так запустить видео и звук разрешить всем друзья строй skyway спасай планету да так 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 запустилась все у нас не просто с техникой так андрей андрей чё как видно как слышно дайте обратную связь слава андрей дайте связь как видно как слышно нормальный звук 89 то есть чуть погромче надо да микрофон звук потому что я сегодня с другой техники не своего кабинета включался долго так отлично слышно да так все отлично так а что-то у меня висит компьютер в комнате видно слышно сейчас андрей там по перископу а то что-то у меня комната висит перебои да ну давайте так 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 да у меня у меня тоже подвисает комната поэтому видно слышно видео висит так отключить видео камера так что же так друзья просим секундочку звук есть но видео висит так задний фон говорит о том что находитесь не дома да тролль из иди ну все друзья давайте сейчас вроде видно слышно все хорошо так что давайте подтормаживает ну друзья прошу тогда извинить если прошу извинить за технические как бы там недостатки технические сбои как мы всегда говорим что наш младший брат интернет в очередной раз подводит поэтому что-то будет видно что-то вообще не слышно с перебоями кого-то терпимо кого-то все хорошо лучше отключить изображение ну друзья давайте мы на все недостатки все сам не сможем сегодня исключить и делать ну значит такой сегодня интернет вот трансляция а перископ тоже завис вот то есть давайте перископа тогда сегодня не будет вот чтобы он не это самое вообще непонятно ну друзья давайте сможем что пройдет то не пройдет значит так сказать так Андрей говорит попробуйте отключить видео ну давайте попробуем отключить видео мои настойки камера и видео так стоп так камеру я сейчас отключил сейчас она выключится сейчас она выключится друзья это я отключил камеру сейчас она так все вот камера отключилась как звук сейчас звук есть Андрей Вячеслав дайте обратную связь лучше да звук лучше сейчас ну тогда Андрей я начинаю с тем звуком какой есть тогда если будет совсем не непонятно тогда ты самое тогда пиши хорошо так говори стало лучше ну давайте друзья 30 точнее сегодня у нас 4 июля ровно 30 дней до это экофеста 74 дня до инотранса мы два крайних вебинара с Алексеем были в дорогах на переговорах сейчас мы об этом расскажем поэтому скажем так тут не то что приносим свои извинения а это текущая работа и это характеризует сейчас переход на новый этап всего проекта Skyway и за это время произошло очень много событий вот мы по мере развития этих событий будем вам о них рассказывать и сегодня основное то что мы с вами должны понимать что до нашей встречи до основного отчета от конструкторского бюро генерального конструктора юнитского автора проекта который сегодня вас собрал всю одну скажем такую многонациональную команду которая сегодня там сотнях и сотнях стран мира сотни тысяч акционеров миллионы интересующихся этим проектом сегодня можно сказать что мы серьезное сообщество которое верит в технологию инженера юнитского Skyway о том что это сегодня востребовано и нужно человечеством о том что мы на этом сегодня сделаем серьезнейший бизнес и это будет приносить каждому из нас серьезные доходы и дивиденды и это нас друзья объединяет сегодня в сообщество Skyway которое уже реализовало и за 4 или там за неполных 5 лет можно говорить что мы с вами собрались в сообщество инвестировали и собрали определенное количество по краудинвестингу инвестиций для того чтобы создать технологию и мы с вами да мы тоже это с вами поговорим и сегодня можно четко говорить что технология создана что готова демонстрация и проведена сертификация сегодня в Белоруссии и России сегодня готовится сертификация по другим регионам мира и сегодня уже на старте и в запуске десятки и десятки адресных проектов инициаторами которого будем являться и мы как краудинвестинговый и венчурный фонд Skyway Capital и будут другие наши партнеры запускать адресные проекты по всему миру и это как раз друзья капитализация той интеллектуальной собственности которая заложена в технологию это капитализация тех венчурных инвестиций которые мы с вами сделали за эти четыре с половиной года и это оправдание тех надежд которые мы возложили на инженера Юницкого и которые мы ждем сегодня того чтобы эти инвестиции эти надежды стали приносить результат соответственно все для того чтобы это двигалось так мне Алексей говорит что можно включиться с телефона тогда комната будет идти лучше ну что друзья будем пробовать чтобы все-таки с видео шла тогда мне придется отключить перископ не это самое давайте тогда буквально еще сейчас минуту перерыв или так сказать или звук сейчас нормально идет Андрей как в комнате чтобы переключаться или не переключаться может не надо нет не отключайте все ну все давайте тогда друзья сразу приношу еще раз извинения значит тот кто не сможет посмотреть сейчас если звук в комнате есть то в перископе запись идет она тут же будет выложена во всех чатах во всех сетях вконтакте запись идет поэтому давайте будем считать что ну скажем так у нас как всегда тупит но так как другие ресурсы сейчас включены то будет возможность будет возможность там все посмотреть и еще раз увидеть тем более что звук идет и трансляции в общем-то основных событий сейчас идет поэтому друзья что сейчас и вы много нам задают вопросов и очень созданы большие значит как мы уже говорили что все эти события и все это может освещать только юницкий как непосредственный участник всех этих и что он посчитает нужным когда посчитает нужным он информацию эту доведет потому что друзья вы должны понимать что это построение бизнес-процесса это во-первых восток во-вторых очень большие проекты и деньги поэтому давайте будем относиться к этому очень с большим пониманием и терпеливо ждать тех событий которые будут до нас доведены соответственно друзья могу со своей стороны сказать что там действительно очень серьезные события происходят каком и в каком качестве они каждого из нас коснутся это покажет только время а мы со своей стороны и проекты которые мы сейчас прорабатываем которые сегодня стоят на старте для запуска которых сегодня уже все готово и мы сегодня уже как перед отчет перед вами сегодня вот расскажем о как минимум трех проектах которые сегодня готовы к запуску которые сегодня готовы к запуску я с собой структуры и подвижного состава то которое даже сегодня не показывалось и не комментировалось до запуска мы покажем принципиально новый сегодня подвижной состав и Юницкий как раз создал сегодня Уникальнейшей машины И с точки зрения легкого юнибайка То есть новая машина Которая, скажем так, нового поколения И созданы новые поколения Юникаров и юнитраков Мы с вами тоже все это увидим И легкая система, уже суперлегкая система То есть как толщиной Я не знаю, там этот пульт Может быть чуть толще Который выполняет те же функции Которые были перед трассой Которая сегодня уже является Полулегкой или там, скажем Среднего класса И по которым уже движется юнибайк Юнибус 14-местный И сегодня уже проведены испытания Юникара, который также готов Передвигаться по этой путевой структуре Поэтому, друзья, это То развитие технологии Которые мы с вами закладывали То, которое мы сегодня И выполняют роль летающих кранов И роботов, которые строят В труднодоступных местах Анкерные промежуточные опоры И легких дронов Прототипов, которые сегодня Могут впричь траву, летая Кверху, ногами, вниз пропеллером Так сказать, по траве Соответственно, демонстрируя Уникальнейшие летные качества Все это, друзья, уже создано И все это мы с вами увидим Своими глазами Конечно, летающих дронов В действии нам никто не покажет Потому что это все-таки, друзья Экофес И с точки зрения безопасности Помните, что в прошлом раз Даже показать в движении машины Это была большая проблема Сегодня мы все это в движении увидим Будет возможность всем практически Прокатиться на юнибайках Юнибусах Юникарах Тоже целая система В этом направлении работает Но и увидеть уже образцы Также дронов, о которых мы говорили Вы также увидите Самого генерального конструктора И автора проекта Все это мы с вами, друзья Будем видеть Будем являться свидетелями И сразу понимать Что Экофест А следом за ним Инотранс Это старт следующего этапа Это переход на новый уже Этап развития Skyway Потому что Будет проходить на скорости 500-600 км в час Почему сейчас делается вилка Потому что Расчетные характеристики Показывают Что эта машина Может давать Не только 500 км в час А в нее заложены Все характеристики Чтобы перейти И на скорости 600 км в час Хотя все, друзья Покажут только ходовые испытания Поэтому 500 км в час Это расчетная скорость Но, естественно При испытаниях Будут выводиться На максимальные режимы Но для этого Должна быть построена Трасса не менее 21 км И тоже В ближайшее время Будет объявлено Где будет строиться Эта трасса На мой взгляд Было бы интересно И это будет двигаться И в Белоруссии Трасса Потому что Насколько я знаю Там вопрос Повыш вопрос По землеотводу Под скоростную трассу Поэтому, друзья Это следующее развитие Этапов Которое будет Объявлено На Экофесте Либо сразу После Экофеста Это уже, друзья Переход на следующий Как мы говорим Skyway год И поэтому Если на прошлом Инотрансе В 2016 году Потом За следующий период До следующего Инотранса Были проведены Их испытания Была проведена Сертификация И сегодня Сертификация ведется Уже по всему миру И патентозащищенность Также ведется Сегодня По всему миру Точно так же Сегодня На Энотрансе 2018 года Будет показана Шестиместная Скоростная машина Которая будет развивать Скорость 500-600 км в час И за следующее время До следующего Энотранса Будут проведены Ее ходовые испытания Будет сертификация И начнется реализация Адресных проектов Тоже, друзья Сразу нельзя Не отметить Определенную дискуссию Которая возникла Сейчас В наших сетях И в нашем сообществе О том Что почему машина Там не 20-ти местная Не 100-ти местная Не 500-ти местная А именно 6-ти местная Здесь, друзья Могу сказать Что это принципиально Концепт Skyway Потому что Основная конкуренция И основное Куда идет сегодня Ниша Skyway Это все-таки Автомобиль Это электромашины Которые мы создаем Второго уровня Потому что Это самая массовая Отрасль Транспорта Это самая большая Отрасль Которая перевозит Самое большое количество Пассажиров И это то Где самая большая Проблема Именно в транспорте Это и безопасность Это полтора миллиона Погибших людей Это и инвалиды Которые там больше 10 миллионов в год Это и экология То есть безумное количество Нефтепродуктов Которые сжигают Это выбрасывают Автомобили И это то Что сегодня Является основной Проблемой Сегодняшней цивилизации Этой пробки В городах Этой доступности Сегодня И загрязнения Уже около мегаполисов Проблема Так вот Сегодня Поэтому друзья Приоритет Который сегодня Делается Инженерная школа Юницкого Это именно Ниша автомобилей Именно семейного Автомобиля И Форд В свое время Победил железную дорогу Который стал Самым массовым Именно транспортом Автомобиль Потому что Он дал концепцию Семейного расселения То есть мегаполиса И сделал доступные Огромные Территории людей И самое главное Сделал Совсем другими Мегаполисами И это основной Вклад Форда Как человека Который запустил Массовое производство Автомобилей И перевернул Реально Целую технологическую Страницу И она начала В начале 20 века Писаться абсолютно В новом направлении И сегодня То же самое Происходит И здесь друзья Кто-то это понимает Кто-то не понимает Со временем Поймете друзья Что именно Семейный Юнилит Именно Семейный Юнибус скоростной Который сегодня Продемонстрирован Это концепт Основного транспорта 21 века И тот Массовый Транспорт Когда надо было Всем Собраться в одном месте Потом переехать Там Ста или двумстан Пассажирам И потом опять Разъезжаться Друзья Этот концепт Обходит в прошлое Сегодня Основной этап Это семейные перевозки Индивидуальные И семейные И в этом плане Мы говорим Что та технология Которая сегодня Демонстрируется Скайвеем Это абсолютная Свобода Это то Что каждый человек Из своего места На своем Юнибайке Может перемещаться В любую точку Мира Это следующая Сеть развития Скайвея И то Что сегодня Есть Юнибайк Который Делает человека Свободным В ореоле Там 200-300 км в час То есть в пределах Часа-полутора Перемещения Со скоростью 150 км в час То дальше При пересадке На скоростной Юнибус Или как мы его Любим называть Юнилет Это уже со скоростью 500-600 км в час Ореол 1000-2000 км в час Это та свобода Человека Который может Свободно перемещаться И для этого Не надо покупать Билеты И ждать расписание Как сегодня На самолеты И поэтому Именно демонстрируется Первый Самый массовый вариант Это вариант Шестиместного Юнилета И поэтому Друзья Все дискуссии На этот предмет Но концептуально Друзья Это неважно И неправильно Потому что Если надо ехать Одновременно 500-1000 человек То они все равно Будут сидеть В персональных Машинах И дальше В электронной сцепке Эти составы Могут быть бесконечны Поэтому друзья Здесь Транснет И Скайвей Дает абсолютно Новую свободу Когда в любое время Когда вы хотите Пересев из своего Юнибайка Вы можете На скоростном Юнибусе Юнилете Перемещаться В любую точку мира И если кто-то считает Друзья Что эта концепция Ошибочная Как некоторые пишут Ну скажем так Как их Юницкий Называет Диванные эксперты Индивидуальный Автомобиль А в данный момент Это электромашина Которая сегодня Позволяет Решать эти проблемы И так как она Абсолютно Экологически Чистая То есть она работает На возобновляемых Источниках То это друзья Новая веха И мы не раз вам говорили И вы должны То же самое Повторять Что Skyway И Transnet Это идеальная Система транспорта Она сегодня Наверное Можно сказать За исключением Одного Это Того Что он сегодня Не массовый И не построены Миллионы километров Но это друзья Как и молодость Тот недостаток Который К сожалению Проходит с точки зрения Молодости Потому что она Всегда переходит Потом в мудрость И старость Точно так же Друзья И миллионы километров Это не за горами И в этом году Мы стартуем уже С адресными проектами И здесь Я сейчас начну Наверное Буквально в трех словах Алексей дальше продрожит А я потом могу Поотвечать на вопросы Пока в скайпе Пишите Ну не в скайпе В чате Которые скопились За это время Друзья Мы с Алексеем Буквально неделю назад Были в красивейшем И в очень уникальном месте Сен-Бернандино Это 80 километров от Милана Это Начало Это такие Первые Альпы Горы Так сказать Красивейшие места Чистейший воздух Уникальнейшая природа Уникальнейшие люди Это кантон В котором живет всего 150 человек Соответственно Все там решения Все принимаются Только коллегиально Мы встречались Просто с великолепнейшими Действительно Друзья Это доброжелательные люди И мэр Города Вот Алексей Поставил фотографию С нашими партнерами Из Лихеншейна Это юридическое сопровождение Которое И видите Сидит Прямо передо мной Это уникальнейший человек Это президент Козапуски первого Адресного проекта Там отведена земля Сейчас Уже намечены Поэтапные развития То есть Которые И президент Кантона Сказал Что друзья Вы даже не представляете Насколько мы с вами Поженились Со Скайвеем И мы все развитие Дальше И нашего Кантона И всей Швейцарии Не видим Без Скайвея Поэтому друзья Там перспективы Первого проекта Это сначала Первые Три километра Потом 15 километров Потом 150 километров А потом Тысячи километров И это друзья Перспективнейшее Направление Которое мы Как именно Скайвей капитал Именно как Инвестиционный Венчурный Скажем так Фонд Сегодня будем Запускать Делать И об этом Каждом шаге Нашего развития Проекта Мы будем Рассказывать Мы будем Рассказывать Что у нас Получается Что у нас Не получается Какие проблемы Есть Это абсолютно Открытый проект В котором Каждый из вас Если захочет Может принять Участие Почему Друзья Мы видим Очень интересную Перспективу Прежде всего Друзья Это центр Европы Это самый Центр Европы Это 2,5 миллиона Туристов Которые Проезжают По Полностью Открыто Сегодня Законодательство Для Именно Венчурных Инвестиционных Фондов С точки зрения Технологии Блокчейна И токенизации Они сегодня Прописали Все Законодательство Которое Позволяет Позволяет Делать И крипто Сообществу Инвестировать И крипто Сообществу Входить В такого Рода Инфраструктурные Проекты Поэтому Сегодня Друзья В нашей Составляющей Когда мы Говорили Что мы Подводим Сегодня Крипто Направление Именно С точки Зрения Адресных Проектов Потому Что Сегодня У нас Несколько Происходит Разделения Что Основную Платформу И выпуск Блокчейна Именно Со стороны Скайвея Будет готовить Головная Компания И наши Арабские Индийские Партнеры А мы Сосредотачиваемся Именно На Инвестициях И на Запуске Адресных Проектов Привлечения Крипто Сообщества В конкретные Адресные Проекты И исходя Из этого Построение Сети Транснет На этот Предмет Конечно Мы готовим Очень серьезное Юридическое Обоснование В него Входит И Взаимоотношения С инициаторами Адресного Проекта В данном случае Это и наши Партнеры Из Швейцарии И из Венгрии Это и работа С властями То есть Это и Власти Кантона И мэрия И президент И глава общины Который сегодня Является общим Скажем Таким Партнером Это и Конструкторское Бюро И головная Компания Которая Выступает Именно Уже Исполнителем С точки зрения Поставки Машины Оборудования Поэтому Друзья Это общий Коллективный Проект И только Когда Есть общий Консенсус Когда Достигнуты Все соглашения Могут двигаться Такие проекты Трудно Сейчас сказать Друзья Как мы До этого Говорили Какой проект Будет первым То есть Это будет Проект Как мы уже Говорили Сен Бернардино Это красивейшее И интереснейшее Место И это Целый запуск Новой отрасли Туризма И именно Горного фитнеса Это И сейчас У нас Проработаны С нашими Партнерами Из Латинской Америки Там где Есть месторождение Литиевой соли А это Стратегическое Сегодня сырье Это И Работы В Гвинеи И работы В Арабских Эмиратах И в Индии И еще Друзья Мы много Говорили Почему Сегодня Мы не акцентируем И не говорим Про конкретный проект Друзья Это бизнес Процесс И Зачастую Даже Сама Декларация О том Что мы Запускаем Такой проект Начинают Ему мешать Поэтому Какие-то Проекты Будут Абсолютно Закрыты С точки С зрения Бизнес Информации Какие-то Проекты Такие Как Сен-Бердамира И Политевой соли Мы будем Специально Для вас Открывать Мы будем Каждый шаг Но Друзья Повторяя Постоянно Что это Венчурная Стадия Что это Рисковые Проекты И эти Проекты На каждой Стадии По каким-либо Причинам Могут Тормозиться Потому что Каждый Такой Проект Который Идет Он уникален Он первый И соответственно Друзья Мы сегодня Представляете Какую Сейчас Сложную Комбинацию Мы выстраиваем По проекту В Швейцарии Это и проект Инновационного Транспорта Skyway Который Сегодня Может работать В горных Условиях И запуск Нового Фитнес направления То есть Велосипеда Горного велосипеда 21 века То есть Когда вы можете Перемещаясь На скорость 50-70 км в час Вращая педали Дыша горным воздухом Глядеть на Все эти красоты Причем Круглогодично В любое Время Суток То есть Это интереснейший Фитнес И мы считаем Что это будет Очень модное В ближайшее время Направление Для всей Европы Вот А в дальнейшем Это уже И Тревел То есть Туристическое направление Когда можно будет Семейными Перемещаться Модулями Это и Друзья Сегодня То что связано С Блокчейном То есть Это Новая законодательство Ликеншейна Она только сейчас Формируется И законы Только сейчас Приняты Которые позволяют И наполнять Уставной капитал Компании Уже с помощью токенов И производить Сегодня расчеты И открывать счета В банках Уже сегодня И в фиатных деньгах И в Именно уже В криптовалюте Это друзья Абсолютно новое То что сегодня идет Компания Через криптоплатформу Это тоже Друзья Абсолютно Новая вещь И мы Ставим перед собой Задачу Увязать Все эти направления И начиная С небольших Таких проектов Как Сен-Бер-Дарнира Бер-Дарнира Друзья Я просто Учусь еще Выговаривать Я очень люблю Это место Но очень плохо С иностранным языком Соответственно Это и Литиевые месторождения Это и Проекты в Гвинеи И еще Очень-очень Много Которые Сегодня Будут стартовать Именно По этой логике И мы Как Именно команда Skyway Capital Будем Инициировать Эти проекты Будем Организовать Инвестирование В эти проекты Будем проводить Презентации И запуск Именно с точки зрения Организационной Привлечения Инвестиций Ну а дальше Уже реализация Строительства Эксплуатация Это Как говорится Естественное развитие Тех процессов Которые Мы Мы Так Как У нас Обрадуете Хоть одним километром Построены Где-нибудь Трассы Вот это Будет Экофест Это Трасс Естественно Сейчас Этот процесс Идет Пока Мы Вам Можем Продемонстрировать Только То что Построено В Марьиной Горке Там Ко Фесту Будет Продемонстрирована Еще Трасса Абсолютно Нового Скажем Уже Такого Нового Класса Нового Поколения Вот Это То что Идет В развитии То что Не было Предусмотрено Изначально А К адресным Проектам Друзья Мы Не раз И не два Уже Об этом Говорили Это Сложнейший Процесс И эти Процессы Идут Сейчас Во многих Уголках И частях Мира Вот И сейчас Мы Можем Вам О каких-то Вещах Только Рассказывать Только То что Касается Именно Фонда Skyway Capital И то что Те проекты Запускаем Как Остальное Друзья Это закрытая Информация И все Что посчитает Открывать И говорить Уже Инициатор Проекта Skyway Это Инженер Юницкий Он будет До вас Доводить И до вас Соответственно Как партнеров И как инвесторов Соответственно Вам показывать Перспективу Тех инвестиций Которые мы С вами сделали И тех инвестиций Которые Сегодня мы ждем По капитализации Исходя из Тех Капитализации Интеллектуальной Собственности Которая Сегодня происходит Из адресных Проектов Друзья Насить прибыль Ни о каких дивидендах Ни о какой продаже Ни о какой Соответственно Прибыли Речи быть не может Мы с вами Инвестируем И работаем В венчурном Проекте Задача которого Капитализировать Интеллектуальную Собственность Которую инженер Юницкий Создавал Десятилетиями И сегодня Через адресные Проекты Мы начинаем Это реализовывать Никаких Других Друзья Вопросов Быть не может Платформа Как мы говорили Криптоплатформа Это дополнительный Инструмент Который Должен Войти В новое Сообщество И привлечь Дополнительные Инвестиции Для реализации Проекта Skyway Когда друзья Это будет происходить Когда Это будет сделать Это покажет Только время Соответственно Мы с вами Также будем Свидетелями И теми Кто будет Пользоваться Этими инструментами Ну вот друзья Давайте я сейчас Передам слово Алексею Он как участник Всех этих событий Как участник Всех переговоров Как всегда У него свой взгляд На те события Которые происходят Вот поэтому Сейчас я передаю Слово Алексею А я как всегда В конце могу И ответить Наиболее встречающиеся Вопросы Которые можете Писать в чат И соответственно Там Подведу Небольшой Итог По тому времени Который у нас остался До нашей С вами личной встречи 4 августа На Экофесте В Мариной Горке В Минске Алексей Тебе слово Я сейчас попробую Так 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 В перископе Сейчас я тогда Включу звук В этом году Закроется вход В корневую Скап Мой Сибиряк С Так же Перископ С Хавратом Мы партнеры Или конкуренты Конечно партнеры С Хавратом Мы Мы два фонда Которые привлекаем В Скайвейпл Поэтому Здравствуйте Напишите Пишите пожалуйста Алексей Пытается включиться Кого слушать Сибирякова Или Суходоева В Бригоре Милана Непосредственно С аэропорта Сразу мы Поехали В отель Там проводим Верное Полтора Криптонаправлением Именно в рамках Подготовки Платформа Не платформа Это будет Это покажет Время Будет Непосредственно Головная Компания С поддержкой Наших Партнеров Арабской И Соответственно Это сделано Именно с той подачи С той позиции Так как Сейчас Нельзя Допустить Таких Промашек Именно в плане Подачи На менталитет Потому что В том числе И на Восток Мир Это будет И на азиатский мир Подаваться В плане Маркетинга И Друзья Все-таки Мы Готовили Инструмент Приготовили Инструмент Для Реализации Адресных Проектов Здесь же Достаточно Серьезная Стратегическая Задача Для того Чтобы Через Скайвей Будет Увязываться С другими Зелеными Технологиями В данном Случа Это Солнечная Энергия И так далее То есть Эту задачу Естественно Мы Не ставили Перед собой Потому что И так Комплексная Задача Достаточно И стояла И стоит То есть Это Как в перескопе Видно Как случилось Для этого Был сделан Симулятор То есть В гитхабе Можете Посмотреть Кто Имеет Доступ Кто Разбирается В программировании Я думаю Что Настанет Время И Если Это Понадобится Мы Продемонстрируем Этот Симулятор Потому что Многие Просто Не поймут Там Коды Бегут Транзакция Выполняется Но Сообщество Так скажем Те Кто действительно В этом Разбирается Они Понимают Что было Сделано И Соответственно Вот такая Стратегическая Общая Мировая Я бы сказал Задача Она 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 Будет Выполняться Силами Головной Компании И Наших Фактически Наверное Сейчас Подними Из тех Партнеров На которых Возлагаются Огромнейшие Надежды Разгла Разглашайте Так скажем Имена И так далее То есть Мы не имеем Права Потому что Это Достаточно Закрытая Информация То есть Когда вы Увидите На видео Этих Партнеров И Если Головная Компания Сделает Соответственно Репортажи Видеорепортажи Потому что Были Очень Серьезные Делегации Я это Все Вживую Видел И Очень Серьезные Решения В плане Поддержки Не то Что Чиновников А высших Правителей Именно Востоинского Мира Соответственно Эти Делегации Переместились Уже Непосредственно И На территорию Минской Области Но Кто приезжал Зачем Приезжал Это Соответственно Уже Нельзя повторять Тех Не то Что ошибок Это в любом Случа Помните Когда В Индии Возникали Такие ситуации Что Анатолий Эдуардович Партнеры Приходили На переговоры И на столе У министра Транспорта Уже Лежала Газета С очернением Проекта Skyway И С подготовленной Атакой На проект Skyway Поэтому Большие Потенциальные Инвестиции Любят Тишину Я немножко Перефразирую Фразу Что Деньги Любят Тишину Потому Потому что Действительно Это Очень Серьезные Переговоры Они Были Проведены Успешно Об этом Когда посчитает Нужным Именно в плане Разглашения Данный Информат Объемная Объемная работа Проделывается И действительно То Что Сонируется Что Уже Серийному Производству Тысяча Не тысячи Чтобы Потом Вдруг Нас Не тянули За язык Это Действительно Все Реализовано И вопрос Масштабирования Производства Вопрос Закупания Закупки Новых Станков ЧПУ Ну Соответственно Александр Викторович Сенкевич Абсолютно Доволен Результатом И Работа Выстроена Настолько Фактически Наверное Автоматизирована Каждый Знает Чем Занимается И Не Изменно Во всех Важных Пунктах Местах Непосредственно Производственных Площадок Стоит Календарь Под Беливер То есть Именно Выдавать Готовый Продукт И Возможно Кому-то Будет казаться Что Делается Не то Что Ожидали Они Лично Я могу Сказать Про Скоростной Состав Завоюет Рынок На мой Згляд Става И Логика Транспорта В том Сейчас Который Мы Продвигаем Состоит Что Мы не Конкурируем Друзья С железными Дорогами Мы не Конкурируем С Симонс Очень Дорогами Мы Соответственно Создаем На втором уровне Транспорт Который Является В первую очередь Лично Мы создаем Транспортные Гаджеты О чем Мы неоднократно Говорили Потому что В том Обилие Новейших Подвижных Составов Которые Никто Еще Никогда Не Видел И Я был Просто Поражен Потому что Юнибайк Отдыхает Это Действительно Первое Поколение Таких Мобильных Персональных Пространств Как мы Оклассифицировали С Сергеем Анатольевичем То есть Туда Фактически Наверное Все Услуги Могут Войти И Положительные Моменты Которые Сейчас Используются В смартфонах То есть Вот Этот Подвижной Состав Если Были Еще Вопросы Как Укомплектовать То Как И Все Так Юнибайк Он Больше Похож И по Аэродинамике И по Форме Как мы Раньше Говорили На рыбу На карася Но Дизайнер Создатель Юнибайк Немножко Обижалась На это Сравнение И по Форме Вы можете Увидеть Что Он Походит На Многие Жерни Дроны На Концепты Которые Уже Появляются В том числе В Арабских Эмиратах И Друзья То Что Я увидел Я не Видел Этого Нигде В мире То есть То Что Происходит И Производится Уже Спроектировано И Создается Уже Так Скажем В пластике В железе В сложнейших Системах Автоматизированного Управления С помощью Использования Профессиональнейших Современнейших Станков ЧПУ И Работа Не останавливается Ни на секунду Действительно Которые Очень сжатые Сроки Мы о них Помним Которые Стояли Перед Инотрансом В прошлом Когда мы Представили В сжатые В кратчайшие Сроки Юнибайк Нет Это неправда То есть Первые Версии Я искренне Верю И Могу Надеяться Потому что Факт покажет Но что-то Мне подсказывает Что Факт покажет Веальность Что мы Увидим Действительно Перспективнейшую Модель Высокоскоростного Транспорта В который Можно Будет Сесть Посмотреть Развиваться Сеть Транснет Сеть Адресных Проектов На основе Технологии Скайвэй Различные Судержеты И Подобные Скоростные Перемещения Которые Сейчас Использует Человечество Потому что Мы Видим Насколько Пагубно Для комфорта Перемещение С обучением Вопрос С обучением Вопрос Пока Срок Не можем Помучить Экономии Каждого Пользователя Транспорта Сколько Неудобных Вещей Создается Я думаю Что все Знают Такого Лоукостера Это Взято На самом деле С модели Ренеер И Бисес Не ошибаюсь Самолеты Авиаперевозчики И Победа Соответственно Нас Вообще Позиционирует Я видел Что Разработки Уже Происходит Стоячие Места В самолете Друзья Стоячие Места В самолете Это сложно Себе Представить По удобству По комфорту Но Производители Вынуждены На это Идти Для того Чтобы Максимально Оптимизироваться И Максимально Делать Поступными Тарифы Потому что Да Когда Придают Скидки До Тысячи Рублей А сейчас Даже По Пятьсот Рублей Можно Приобрести Вынуждены Производители Именно Авиатехники Авиаперевозчики Лоукостеры Идти На Такие Меры Дискомфорта Для меня Это действительно Дискомфорт Когда Нельзя С собой Пронести Портплет Когда Нужно Все Засовывать Оптимизировать Затраты Экономить Топливо И Соответственно Предоставлять Более Выгодные Стоимостные Условия Перевозки Для каждого Пассажира Пользователя Тогда Этим транспортом Пользуются Больше И возникает Такая Иллюзия Мгновенного Перемещения Но Друзья Не сравните Абсолютно Потому что Я спрашивал Сдавал Вопросы Нашим партнерам Как ощущения От перемещения По Провисающей Путевой Структуре Уже Будет Быть Запущена Платформа Токенизации На Юникаре Соответственно Они говорят Что такого Комфорта Они не испытывали Никогда Абсолютно Что сравнивать С самолетом Друзья Ну я думаю Что Юнилит 500-600 Км в час То есть Как мы Пассионируем Потенциальная Заметная Среднемагистральная Авиация Это абсолютно Возможно Никому В капитале Билеты Будут Раздавать Региональные Лидеры Со временем Да Но это Скорее всего Не в этом году И в самолетах Перемещаться Рынка Но Началось Все Минимального Но Максимально Комфортной Перевозки Пассажиров Когда Мы Даже На Полу Вытянутые Руки На Расстоянии Не будем Доставлять Какого-то Дисбаланса Дискомфорта Входить В зону Комфорта Находящегося Рядом Человека И Как-то Отвлекать Его Смущать То есть Мы Создаем Комфортный Безопасный Экологичный Способ Перемещения Ну и Так как Повторюсь Увязано На Именно Первичное Такое Глобальное Дискомфорта Крупнейшие Производители Сейчас Поддерживают Технологию Skyway Эту Систему Именно Реализацию Подобной Модели Размещения Подобной Трофорной И мы С вами Будем Потом Пользоваться Этим Сейчас Будет Заниматься Головная Компания И Соответственно Наши Потенциальные Стратегические Партнеры Это Вы Все Это Увидите И услышите Уже Сценировать Платформу Потому что Во-первых Платформа Сейчас Не будет Запускаться То есть Сначала Будут Запускаться Адресные И Во-вторых Дабы Так скажем Абсолютно Держивая И абсолютно Понимая Развитие Это Направление Полностью Передается И Соответственно С Запасом Я могу Сказать В ближайший Месяц Мы Увидим Уже Это значит То, что Хаврат Это Сказал Мы Все Как Но Материалы Определенные Будут Подготовлены Для такого Глоба Мирового Уровня Мирового Масштаба Но Мы Как Skyway Capital Друзья Мы Договорились С Членами Провели Организовывать Движения По Адресным Проектам Потому Что Этого Невозможно Сейчас Поставить Все На Красное Либо На Черное Сейчас Множество Проектов Уже За этот Месяц Было Инициировано С подачи Блокчейн Направления Крипто Направления Мы Рассказывали Вам Про поездку В Бургас Когда Уже С чиновниками Мы Общались И Они Были Абсолютно Водушевлены Моделью Размещения Токена Как Именно Билет Будущий Токен На Будущую Услугу Сейчас Эта схема Прорабатывается С нашими Лихтенштейнскими Коллегами Юристами И Среди Обилия Всех Достаточно Компетентных Профессиональных И Стремящихся Именно Создать Что-то Новое Непосредственно На Европейском Пространстве Если быть Точным На Границе Фактически Швейцария Италия Вот Эти все Люди Имеют Отношение К Возможному Первому Проекту В Сан-Бернатино Почему я говорю Возможным Потому что Друзья Сейчас Действительно Начинается Такая гонка Какой проект Будет первым И здесь Вы видите Делегацию Наши Бенгерские Партнеры Интерадресного Проекта И Наши Юристы Здесь Также Если переводить На русский Язык Уже Как Область И непосредственно Да непосредственно Самого Сан-Бернатино Мэр Технологии Юницкого Буквально С полуслова Уже Сервы Встреч И Соответственно Вы видите Уже Спереди Улыбающийся Такой Уже Человек В профессиональном Масштабе Возрасте Можно сказать Человек Который Мог Пессимистично Отнестись К технологии Но Он абсолютно Поддерживает И Я думаю Что Видно По улыбке Люди Бы не стали Фотографироваться Мы называем Эту фотографию Именно Такой Уже Судьбоносной Фотографией Которая Историческая И может войти В историю И Соответственно С этого Может уже Начинаться Конкретный Адресный Проект Ну и Соответственно То что мы Сделали Симулятор Блокчейн Бургаса Видят Перспективу Видят Будущее В экономике Размещения Токен Как Именно Будущая Отложенная Услуга В данном Случа Это Пассажироперевозка Это Может быть И грузоперевозка Это Может быть И более Расширенная Экономика Но даже Такая Узкая Экономика Заинтересовывает И Бургас И Возле Которых Проходит Сан-Бернадина Проходит Автобан Трасса По которой Перемещаются Фактически Не соврать Чтобы Еженедельно Это Юрос Наш Партнер Который Прорабатывает Этот адресный Проект И готовит Всю информацию Более Точно Можешь Сказать Но 2,5 Миллиона Автомобилей Представьте Даже Если В одном Автомобиле По Одному Человеку Это Потенциальные Пользователи Этого Проекта И Видя Красоты Альп Видя То Что Это Находится Недалеко От Озера Кома То есть Я там Находился На переговорах С потенциальными Инвесторами И Увидел Все Эти Красоты На самом Деле Это Может Сформироваться Такой Глобальный Спортивно Туристический Кластер Который Перерастает Уже В связку Между Деревнями И Далее Уходит Уже На Связь На Коммуникацию С Миланом С Италией Непосредственно Но Естественно Таких Глобальных Вещей Мы Стараемся Не Говорить Уже На Заседании На съезде Уже По проекту В Сан-Бернатино В котором Я повторюсь Участвовали И юридические Представители И финансовые И политические Представители Скажите мне Вообще Блокчейн Размещение Потенциальное Где такая Поддержка С их сторон И Типичных Адвайсеров В крипто Направлении Не будет Абсолютно Никакого Труда К нам Объединить Потому что Много Людей Будут Водушевлены Этой Идеей Тем более Когда За маркетинговую Часть Уже Будет Предусматриваться Определенный Бюджет Ну и Самое Интересное Что наши Мартнеры Которые Которые Готовы Выкупать Землю Уже При подписании Соглашения С головной Компанией Лично С Анатолием Эдуардовичем Юницким Они готовы Нести И Такую Серьезную Часть Затрат Мы Знаем Что Крипторазмещение При уже Созданной Технологии То есть Симуляция Это Я считаю Прорыв Вообще В транспортной Индустрии И Благо Что Это В первую Очередь Было Создано Для Skyway Потому что Плохо Если бы Это Создали Допустим Верлуп Гиперлуп Энтузиасты Крипто Энтузиасты И Как-то Уже Начали Модифицировать Свою Экономику Токена Которая У них Сейчас Нет Абсолютно У нас Это Есть Мы Знаем Как Двигаться В каком Направлении И Друзья Когда В Бургасе Нам Чиновники Говорят Что Да Потенциально У нас 60-70 Тысяч Пользователей И Они Так или иначе Будут Пользоваться Билетами Так или иначе Они будут Заинтересованы В этом Размещении Так как Они будут С огромной Скидкой Покупать Те билеты Которые Они И так Бы Покупали Посуществляя Ежедневные Покупки Обычного Билета Уже За обычную Стоимость Без Дисконта Естественно Когда Им Будут Говорить Что Вы сможете Использовать Либо В предельной Жизни Либо Потом В специальный Тупул Этот Забрасывать Программный Пул И У вас Будут Уже Другие Пользователи Либо Туристы Мы Не забываем Что Бургос Это все-таки Болгария Это также Туристический Регион Выкупать Эти Билеты И Вы уже Будет Также Еще Некую Заинтересованность Дополнительную То есть Что Говорить По комбинации Вообще Реального И Именно Крипто Направления То Что В финансовом Аспекте Ну Наверное Ликто Даже Обходит Сейчас Мировые Такие Крипто Столицы Мы Посмотрим Понаблюдаем За Мальтой Более того На Мальте У нас Есть Проект Это Как раз Проект В том числе Партнеров Которые Предлагали нам Горнодобывающие Проекты Именно В модели В логике Крипторазмещения В Аргентине В Аргентине В Чили И На Мальте Также Очень Интересный Проект Связки Двух Островов Там Буквально Несколько Километров Но Стратегически Важная Связка Потому Что Этот поток Будет Направляться Соответственно И в виде Туриста И в виде Посетителей В том числе Казино То есть Какое Направление Будет У проектов Skyway Как и глобальное Так и локальное Друзья Я могу сказать Подно Что оно будет Разное И оно будет Для разных Целевых групп И для разных Целевых Адрес По той Пе Которую проложил В том числе И Андрей Федорович Хавратов Инициируя Потенциальные Адресные Проекты И делая АВАН Проекты Непосредственно В логике Традиционного Финансового Инструмента Мы уже Будем Применять Крипто Юридический Финансовый Инструмент И Самое главное Юристы Наши Настолько Водушевелились Технологией Skyway Что Хотят Действительно И Спрашивали Когда Экофест Когда Лучше Как Лучше Взять Билеты В Республику Беларусь Они хотят Посетить Ну и Что Говорить Наши Маркетологи Тоже Которые Потенциально А из тех Кто Не работают В команде Потому что Такие люди Не смогут Создать Продукт Для Проекта Skyway И Я могу Сказать Друзья Если Говорить Лично Про себя У меня Был Выбор Наверное Перед Которым Многие Крипто Энтузиасты Которые Делают Платформу Сталкиваются Когда Попытаться Охватить Все И создать Платформу Для Всего Бизнеса Но Друзья Наше Убеждение То что Платформа Создается Для Бизнеса Который Сейчас Не Существует Но Он Будет Развиваться Стремительно И Очень Быстро По всему Миру Намного Быстрее Чем Это Сделал Интернет Поэтому Для Всего Бизнеса Четко Спозиционировались Жестче Разошлись С кем То В мирных Отношениях С кем То Остались Кто Дел Симулятор В том Числе Блокчейн Это Молодой Парень Санкт-Петербурга Действительно Настоящий Бриллиант Программирования Который Водушевлен Технологии Skyway В плане Оцифровывания Трасс И Соответственно Мы можем Сказать Что Действительно Механизм Так или иначе Был сделан И Сейчас Вопрос В том Что Для стратегической Задачи Представления Технологии Skyway Именно В совокупности С другой Зеленой Технологией Или другими Зелеными Технологиями Этот Симулятор Сейчас Является Такой Локальной Задачей Для оцифрования Трасс Чтобы Создать Новое Решение Технологическое Решение Понадобится Не один год Этого Времени У нас Друзья Упаковку И создание Именно Красивого Образа Вот этого Размещения В мировом Масштабе Это Все Сейчас Находится В руках Непосредственно Головной Компании И В руках Наших Одних Стратегических Главных Партнеров Потому что У них Есть специалисты У них Есть Мирового Масштаба Маркетологи И Соответственно На результат Который Будет Сделан Мы Все С вами Я думаю Что Посмотрим Всегда Буду Говорить Фразы До Воплощения Этого Факта В действительность Возможно Потенциально Теоретически То есть Я думаю Что вы заметили Всегда Повторяю Такие Фразы Когда Есть Некий Венчур Есть Некий Риск И про Платформу Мы Также Сообщества Не имели Права Этого Делать Это Можно Сказать Именно Крипто Энтузиазм И Уже Определенные Такие Малые Серьезные Затраты Непосредственно Группы Я Сергей Еще Инвесторы Именно Которые Решили Пойти На этот Венчур Локально И Естественно Головная Компания В лице Анатолия Эдуардовича Юницкого Потому что Анатолий Эдуардович Тоже Видел В этом Механизм И Когда Наши Партнеры С огромнейшим Мировым Опытом Развернули Этот корабль И сказали Что нужно Делать не так А нужно Делать По-другому Соответственно Мы не можем Спорить с этим Опытом Поэтому Сейчас Сайт Ио Он Не запускается Он Приостановлен И Будет запущен Если Будет запущен При согласовании С головной Компанией При подписании Определенных Соглашений По адресным Проектам При проработке Аван проекта Уже Непосредственно Проект адресный Первый Для размещения Сайт Появится Именно При Выполнении Всех Этих Фактов Вся Предварительная Работа Она Уже Проделана Мы готовы Подать В юрисдикции Лихтенштейна Финансовую Регулятору Определенные Необходимые Документы Он Даст Заключение Это Токен Который Воспринимается Как доступ К инструментарию Проекта Либо Это Токен Который Можно Как Ценные Бумаги Соответственно Процессы Выхода На биржи И так далее То есть Они Различные Будем С нетерпением Ждать Вердикта От финансового Регулятора Но Друзья Я могу Сказать Что Без Подписания Соглашения Меморандума О сотрудничестве Мы По проектам Двигаться Не сможем И искренне Надеемся Что В плане Дополнительной И финансовой Подушки И дополнительно Стратегической Подушки Мы Найдем Совместно С инициаторами Адресных Проектов Быстрый Контакт Без Каких-либо Бюрократических Задержек Бюрократическое Тут даже Не подходит Слово Есть четкое Понимание Что сейчас Все Департаменты Зао Струнные Технологии Загружены По максимуму Если Головная Компания Найдет Время Чтобы Соответственно Эти процессы Также Параллельно Запустить Наши убеждения Как членов Правления Это необходимо Сделать Потому что Друзья Мы с вами Проходили Уже Многое Мы с республикой Беларусь Когда Сначала Выделение Определенной Территории Потом Часть Территории Уже Промедление И когда Появляются Партнеры Когда Появляются Уже Потенциальные Инвесторы Уже Соответственно Поезд Уходит И Естественно Югинский Вынужден Быть Максимально Гибким Подстраивающимся Условиям Мировой Действительности Друзья Я не побоюсь Этого слова Потому что Тот проект Который И Пантолич Это Может подтвердить И мы Как члены Правления Все подтверждаем Была создана Главная Была создана Научная школа В недрах Зао Струнные Технологии Неважно В какой стране Будет масштабироваться На адресный проект На производство На реализацию Каких-то Тестовых Участков Научная школа Костяк Она У нас Уже Есть И Не случайно Даже уже В конце декабря Старейший Московский Транспортный Институт Подписали Соглашение О том Чтобы Внедрять Технологию Skyway Как именно Предметы Обучения Для будущих Студентов Потому что Все понимают Что эта технология Так или иначе Будет Востребована Как Сейчас Востребована Профессия Летчика Инженера Проектировщика И так далее Тому подобное То есть Появляется Новая индустрия Появляется Новая сфера И появляется Новая капитализация Мировой экономики Мы наблюдаем И наблюдаем И созамен Для реализации Локальных Целевых Адресных Проектов И Друзья Самое интересное Начнется Когда Вы сможете В этих Размещения Уже И об этих Размещениях И рассказывать Другим Вашим Потенциальным Партнерам И Будет Уже Складываться Логика Что За счет Адресных Проектов Выполняет Реказы По закупу В рамках Уже Более 700 Людей Работает В зао Струнные Технологии В рамках Полной Экономии Уже Будет Ускоряться Значительно Даже При Возможно Стратегических И новых Направлений Которые Меня Лично Глубоко Поразили Я Очень Впечатлен Повторюсь Посещением Производства Потому что То что я Видел Я мог Представить Только Во сне Наяву И то что Когда-то Стив Джобс Придумал Смартфон Которым Пользуется Сейчас Весь Мир Анатолий Эдуардович Придумал Транспортный Компорт На мой Взгляд Будет Это что-то Что вызвало Во мне Полнейший Вау Эффект Уже На экофесте И это Не может Не радовать Ну а мы Друзья Как члены Правления Будем Готовить Дополнительные Стратегии Дополнительные Меры Развития Адресных Проектов Помимо Направления Восточного Мира Азиатского Пространства Потому что Про Европу Не забывать Особенно Когда есть Проекты Где уже Выделены Те участки Земли Это же Сертификация По сути Не нужна Потому что На улыбку Вот этого Действительно Старейшего Профессионала Старейшего В хорошем Смысле Этого слова Человек Слово Которого Да Она Значит Очень В этом Не может Не радовать Друзья Я очень Доволен Поездкой Я Очень Доволен Результатами То что Сейчас Действительно На мировом Уровне Будут Развивать Наши Партнеры Продолжат Уже В том Они Видят Потому что Они не Видят Такие Узкие Локальные Задачи Для Развития Именно Стратегического Потому что Это действительно Узкие Задачи Это Тиненты Либо уже Направлять Его в Города Села Чем Будет Заниматься Крауд Инвестинг По моему Убеждению В будущем И Вечение Меморандов Сотрудничества И дальнейших Необходимых Шагов Для Инициаторов Адресного Проекта Для нас Как Для Децентрализованных Адресных Проектов Полетит И Начнется Не только Глобальное Взаимодействие Синхронизация Технолог Единые Закрытие Мир Так Попробую Включить Видео И Звук Как Сейчас Видно Как Слышно Видно Слышно Андрей Вячеслав Так Не вижу Пока Видно Слышно Меня Может Тут Связь Тормозит Так Может В перископе Тогда Кто-нибудь Друзей Отлично Ну все Видите Сейчас Чуть Поднастроился Поэтому Как После Выступлений Алексея Всегда Оптимизм Намного Увеличивается Вот Поэтому Друзья Практически На все Вопросы Или все Позиции Которые Сегодня Есть Мы Вам Ответили Вот Тут Очень Много Задают Вопросов По поводу Прокомментировать Выступление Андрея Ховратова Фонда Skyway Invest Group По поводу Что в этом Году Акции Уже Могут Стоить 3-5 Долларов Друзья Я могу Такие Экономические Чудеса Поэтому Друзья Какая-то Логика В этом Наверное Тоже Есть Я не буду Ни опровергать Ни Говорить Это все Так Отдельный Фонд Отдельный Маркетинг Отдельная Логика Привлечения Вот Поэтому Все Кто считают Нужным Слушайте Смотрите Анализируйте Тем более Что все Это дело В рамках Академии Частного Инвестора И каждый Должен Для себя Самостоятельно Принимать Решение Участвует Он В том Или Венчур Проекте А наш Проект Друзья Ни в коем Случае Не перестал Быть Венчур Потому Что Риски Огромные Те Сложности Которые Приходится Преодолевать Они Просто Колоссальные Вот Напряжение У всей Команды Которая Сегодня Работает Во всех Направлениях Очень высокое Поэтому Друзья К сожалению Огромное Количество Факторов Которые Еще Влияют На На проект Которые Могут И его Остановить И Помешать Дальнейшему Развитию Но По мере Того Как Последние Четыре Года Идет Активная Работа Идет Развитие Я думаю Что Все Те проблемы Которые Встают И на Сегодняшнем Этапе Также Будет Двигаться И Также Будет Развиваться Поэтому Друзья Еще раз Приношу Извинения За Техническую Часть То есть Интернет Такой Какой Он Есть У нас Трансляции Были И в Перископе И в Контакте И в Фейсбуке И в Мирополисе Поэтому Я думаю Что Где-нибудь Хорошая Запись Или Хорошее Это Будет И Соответственно Будет Что Посмотреть И Что Давать Те Кто Вошли В Проект В 2014 Году В Марте Вы Не Сможете Прокататься На Юнебесе Опять же Друзья Логика Распределения Билетов Или Так Так Согласительных На Те Кто На Экофесте Сможет Прокатиться Она И В РСВ И Скайвей Инвест Групп И Скайвей Капитал И В Каком Представительстве Вы Относитесь Соответственно Будет Та Или Иная Возможность Естественно Что Все Что Зависит От Нас Чтобы Кто Является Старейшим Инвестором Естественно Что Максимально Мы Это Постараемся Учесть И В нашем Случа Те Региональные Лидеры Которые Будут Отвечать За В Обязательном Порядке Все Все Учтено Вот Поэтому Друзья Давайте До Следующей Среды Вот Следующую Среду Надеюсь Что Когда-то Экофеста Останется Уже 23 Дни